Здравствуйте, это программа «Городские встречи». В ноябре планета в двадцатый раз отмечает День науки за мир и развитие. А там, где наука, там и прогресс. Рязань в нем принимает сама непосредственное участие. Меня зовут Максим Васильев, а в гостях у нас сегодня директор Рязанского политеха Игорь Мурок. Здравствуйте. Игорь Александрович, в прошлом году, согласно данным РИАСТАТа, научными исследованиями и разработками в Рязанской области занималось 26 организаций. Ну, понятно, что Рязанский политех в их числе. Какие направления для разработок сегодня самые перспективные? Я с удовольствием расскажу, чем занимается Рязанский политех. Вот, ведь у нас в политехе создана уникальная образовательная траектория. Значит, у нас разработками научными занимаются не только магистры, а мы открыли три года назад все четыре направления магистратуры, вот, но и занимаются бакалаврой. В первую очередь я могу отметить, что у нас уже с первого курса введена такая дисциплина, как проектная деятельность. Причем эта дисциплина введена на всех направлениях и профилях подготовки. Что это позволяет нам? Это нам позволяет заниматься, заниматься проектами под заказы реальных предприятий и организаций. Второй момент, будем говорить, чем нас связывает с наукой, да, мы в обязательном порядке включили исследовательскую часть в выпускную квалификационную работу. То есть, каждый выпускник, выполняя выпускную квалификационную работу, он выполняет еще и исследовательскую часть. Это такая инновационная активность у вас? Да, совершенно верно. То есть, раньше этого у нас не было, а уже после того, как мы утвердили стратегию развития института, у нас утверждена стратегия до 2024 года, соответственно, мы это ввели в обязательную часть выпускной квалификационной работы. Значит, какие же направления приоритетные в этой стратегии у нас обозначены? Это 21 приоритетное направление, которым занимается наш политехнический институт. Ну, самое, наверное, важное, и сегодня это на слугу, и вот у нового губернатора Павла Викторовича у нас активно вовлекает в эту, будем говорить, работу, это разработка архитектурного кода города Рязани, Рязанской области. То есть, мы занимаемся и архитектурными, и дизайнерскими решениями, именно сохранение исторического кода. Вот, этим занимаются у нас два направления, это архитектура и дизайн. Я могу отметить, что только за этот год, 2022 год, значит, было представлено более 20 работ на различные конкурсы, и у нас есть определенные успехи в этом. Вот, это и конкурсы были международные, такой конкурс, как ИТЕРА, где наша студентка заняла первое место в этой номинации, и Золотая Орхидея, и наш конкурс муниципальный, наша, опять же, студентка стала победителем муниципального конкурса и получает сейчас премию главы муниципального образования. Следующее приоритетное направление научное в нашем политехе, это разработка в области отделочно-механической обработки деталей машиностроения. Здесь я что могу отметить? Что наши работы были представлены как на региональный конкурс «Умник», так и на всероссийский конкурс фундаментальных исследований, где они, в принципе, заняли призовые места, и я понимаю, что вот это нам позволяет дальше двигаться в этом направлении. Следующее приоритетное направление – это разработка методов термического и деформационного упрочнения стали. Эту работу мы ведем с нашим якорным работодателем, заводом крепежных изделий «БРВ». Здесь наш доцент нашей кафедры, Анастасия Пасалина, завершает работу по кандидатской диссертации в этом направлении. Причем она работает совместно с ведущей кафедрой МГТУ имени Балмана. Наверное, еще могу назвать одно направление, которое есть у строителей. Это разработка перспективных строительных конструкций и материалов для строительного комплекса. У нас, будем так говорить, с начала наших истоков Политех славился подготовкой кадров именно для строительной отрасли. И мы здесь в регионе, будем говорить, законодательные моды в этом вопросе, поэтому технологии, полимеры, строительные материалы – это тоже одна из наших так называемых фишек. Поэтому по этому направлению в этом году мы опубликовали более 80 различных статей, изысканий в различных журналах, в том числе с международным признанием. Вот смотрите, это все научная деятельность, а прикладной характер она имеет. То есть, эти проекты, они находят отражение в работе промышленных предприятий. То есть, они забирают их себе как распредложения, как новые идеи. Все работы, которые мы сегодня делаем, вот по всем 21-му приоритетному направлению, они все работы заказные. То есть, Политех не работает на урну. Я так это называю грубо. То есть, выполнили курсовую работу или выпускную коллекционную работу, и потом ее куда-нибудь в архив или в урну, в худшем случае. Нет. Мы пошли по другому пути. Только заказные, согласованные с работодателем. Есть заказ – есть работа. Нет заказа. Значит, мы, соответственно, обращаемся к нашим союзам машиностроителей, союзам строителей, нашим предприятиям и говорим, пожалуйста, мы готовы в рамках учебной работы абсолютно бесплатно выполнить ту или иную работу. А вот у вас, я знаю, что в каждом направлении подготовки есть своя базовая кафедра. Эта практика, она себя оправдывает? Значит, что касается базовых кафедров, на сегодняшний день у нас создано 22, вы называете их базовую кафедру, а мы называем баз практической подготовки. 22. То есть, каждое направление и профиль подготовки у нас защищен базой практической подготовки. Для чего это надо? Во-первых, теории в стенах института, все практические занятия, практики, стажировки на предприятиях и организациях. Какой плюс? Первый плюс – современная база. Как бы мы ни говорили, сегодня ни один вуз не потянет и не успевает то, что меняется технология, меняется материалы и все это быстро создать у себя на базе – это нереально. Это нереально. И средств никаких не хватит, поверьте мне. Поэтому, используя то, что наши выпускники сегодня работают уже руководителями больших предприятий и организаций, они с удовольствием представляют свою базу. Плюс какой для руководителей предприятий и организаций? Они присматриваются к нашим студентам во время практических занятий, в проведении практик и приглашают их на работу. Соответственно, решается вопрос трудоустройства. Конечно, во время обучения. Чем мы опять отличаемся выгодно? То есть, у нас каждый второй студент, обучающийся по очной форме, трудоустраивается во время обучения. И я, как руководитель, и мои, естественно, все преподаватели, это только поощряем. Студент, если работает, совмещает учебу с работой, подчеркну, именно работу по специальности будущей. Поэтому на втором курсе каждый студент политеха получает уже минимум одну рабочую профессию. Он становится специалистом второго или третьего разряда. И, соответственно, имеет возможность квалифицированно работать на предприятии и организации. Плюс для предприятия, то есть, у них какой-то недостаток кадров, они восполняют нашими студентами. Для нас чем хорошо? Что студент начинает что? Возвращать те дивиденды родительские, которые на него потрачены. Или банковские кто-то взял образовательный кредит. Семью. Верно. А тренд на инженерное образование все еще популярен? Значит, что касается инженерного образования, однозначно он популярен. Во-первых, что важно? Важно то, что сегодня надо правильно проводить проформинационную работу. Мы должны сегодня детям объяснять, всем детям. Будущее за инженерами. Тем более, сегодняшняя ситуация, которая показала специально военная операция, оборонка поднимается, заказы поднимаются. Кто это будет делать? Первое. Экономисты, юристы? Нет. Инженеры. Второе. Мы должны показывать, что сегодня повышение заработной платы у инженерно-технического состава начало расти. Заработную плату даже взять сегодня для Рязанской области. В среднем сегодня инженер, выпускник получает от 40 и более тысяч. Это уже более-менее прилично. Конечно, я всегда говорю, что выпускник политеха должен быть оценен не менее 50 тысяч. И своим выпускникам говорю, вы не соглашаетесь на меньшую заработную плату. Потому, что мы вас готовим штучно. Мы в вас вкладываем достаточно много знаний и практических навыков. Поэтому вы себе планочку не занижайте. Это я вам категорически говорю. Там никто не должен работать выпускник за 25 тысяч. Связь поколения, она, конечно, для технических вузов она традиционна. Есть ли у вас какие-то творческие мастерские для детей? Вот я сегодня с собой взял такой красивый наш журнал «Политехник». Я вам потом его оставлю. И здесь вот на одной из страниц у нас есть сформирован в институте уже 5 лет, как работает, Центр молодежного инновационного творчества. К нам ходят детишки с 9 лет в творческие мастерские. Какие творческие мастерские? Это мастерская Голберга, мастерская робототехники, 3D-моделирование, архитектура дизайна, рисунка. Мы всех, уважаемые зрители, кто нас сегодня смотрит, родители, бабушки, школьники, приглашаем в свои творческие мастерские. Вы можете прийти на пробные занятия в любую мастерскую, в любой день. Вам покажут, понравится. Значит, у нас сцены бюджетные. У нас не цель заработать на детях, это не наш принцип. А детей научить, детей приобщить. И следующее, что мы реализуем для детей, это профориенционные проекты. Студент на один день. То есть, школьник, любой школьник, может посмотреть расписание на сайте Политеха, выбрать себе любой день, записаться и прийти вместе со студентами в эту группу и в течение дня пройти те занятия, которые спланированы в этой группе. И в конце он пойдет еще в нашу столовую Политех, получит пирожок и чая сладкого от директора института. Это называется «Студент на один день». Другой проект мы реализуем, это инженерные каникулы. Ребята на весенних каникулах в течение пяти дней мы приглашаем целыми классами, они опять же по предварительной записи приходят и проходят все направления нашей подготовки в течение пяти дней. Поэтому всех приглашаем и в творческие мастерские, и на наши профориенционные проекты. Как «Студент на один день», «Инженерные каникулы», «Нашах ближе к Политеху». И все-таки давайте вернемся к теме, скажем так, ноября, к исследованиям научным. В каком направлении, на ваш взгляд, должна двигаться наука сейчас? Ну, конечно, наука должна двигаться в направлении прикладных исследований. Именно прикладных. Почему прикладные? Потому что прикладные исследования, они решают производственные задачи. Как я уже говорил в самом начале нашей встречи, ведь важно, чтобы наши студенты выполняли работы в интересах предприятий и организаций. Ведь за ними будущее. То есть мы прекрасно отдаем себе отчет, как мы сегодня подготовим этого студента, и будет развитие. Получит развитие предприятий, получит развитие отрасли, будет развиваться экономика нашего региона, будет расти благосостояние населения. И поэтому всегда отличала политех и отличает. Это практика ориентированного обучения. Теория в стенах института, практика на предприятии и организации. Для нас это очень важно. И чтобы вы не сомневались в этом, и вы, дорогие зрители, не сомневались, я вас приглашаю всех с удовольствием. 19 ноября в 12 часов дня мы проводим день открытых дверей в политехе. Будут увлекательные мастер-классы, квесты. Вы увлечетесь и научными исследованиями. Мы вам представим нашу материальную базу. И в конце попьем чаю вместе с директором института, с нашими фирменными пирожками. Приглашаю всех 19 в 12. Спасибо, Игорь Александрович. Я напомню, что в программе «Городские встречи» принял участие директор Рязанского политеха Игорь Мурок. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Ну, а мы с вами еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова